Солю небесный, утешителю души истины, И живи везде, если и вся исполняя Сокровище благих, и жизни подателю Приди, вселися вны, и очистены отсядки яскверны, И спаси власть же души наши. Господи, благослови наши занятия в этот воскресный день. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Все, что ты хотел сказать нам, дай нам услышанное запомнить, Раствори это верою, и дай дерзновение рассказать другим людям. Пошли на нашем пути этих людей, жаждущих слышать Слово, Твои нуждающихся в нашей помощи. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание Титу. Святого Апостола Павла, 1 глава, 14 стих. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, Отвращающихся от истины. Толкование. Итак, здравие состоит в том, чтобы не вводить ничего ложного, Ничего чуждого вере. Подобно как подчинить себя закону, не значит смело уповать на веру, Что ее достаточно, чтобы спастись. Это немаловажная ошибка. Иудейские обычаи вдвойне басни. И потому что они несвоевременные и совершенно бесполезные. И потому что внимать им вредно. Итак, как басням не должно верить, так и им. Конечно, святые книги Ветхого Завета правильно понимаемые не суть басни. Да, и как это может быть, когда из них мы научаемся евангельской истины? Но неправые толкования и прибавления. Вот что басни. Слушай, что следует дальше. Видишь, что он называет баснями? Заповеди человеческие, как написано у Исаии в 29 главе, И Евангелия Матфея в 15 главе. И прочее. Очевидно, также и наблюдение относительно язв, как видно из последующего. Что, про басни? Про басни. Басни Крылова. Да, басни. Тут слово басни просто такое стоит, как у нас. Вроде кажется, это хорошее что-то. У нас же басни хорошо получается. То есть какое-то наблюдение за животными, за свойствами какие-то природными. И вдруг отсюда мораль. И хорошая довольно-таки мораль. Там, допустим, Крылова вспомнила обезьяны и очки. И вот она мораль вывелась. Что не надо быть обезьяной, когда ты не знаешь ничего. И вот у нас сейчас очень много басен в православии. Это прям про нас написано. Вот как про иудеев раньше писали. Так теперь про православных можно писать. Басен великое множество. И особенно... Вот календарь открываешь, православный... Ну, даже и не православный, и начинается. Родион там, ветер вон. Или там что-то там приморозило, там архив какой-то. Да вы что, вы издеваетесь над святыми? Вы откройте жития-то, и посмотрите, в чем дело. А у нас какие-то приметы, прибасенки. Еще масленица. И все начинают говорить так сразу. Масленица, знаете, это название идет от язычников. Но мы вас поздравляем, дорогие. Если вы это знаете, что от язычников, вы что не искоренили это до сих пор? Народ празднует все масленицу. Везде масленица, масленица. Блины, блины это солнышко. Солнышко, а наши предки, на русские слояне, поклонялись солнышку. Вот мы тут и празднуем. Подождите, кого вы празднуете-то? Можешь объяснить, как возникла масленица? Само по себе? Ну, так же, как карнавал, могу, да? Нет, исторически. А, исторически проследить? Исторически, она имеет обоснование. У меня она в книгах написана. Довольно интересно. Ну, давайте расскажите нам. Никто не знает? Это царь Ираклий, 6 век. Воевал с персидским царем Хазроем. О какое я отношение имею с каждым? Никакого. Ни царя нет, ни царства ничего нет. Но он дал обед, что если я его сумею победить, то неделю не буду есть мясо. Это как раз было вот в это время. И установили так дальше. Ну ладно, царь Ираклий воевал с Хазроем. А я при чем здесь? У меня он мясо вытащил. Я, правда, не ем его. И дальше. А там масленица как возникла. Вот и все, больше ничего не было. Я этот вопрос здесь задаю. И я его не знаю, ни Хазроем, ничего. Вот сейчас заседание архиерейского там, какой, собор там собрались. Ну, Андрей Кураев выступил. А что? Опять тайно скрывают. Он их этими дверями. Чтобы снимали, вот так как у нас, не разрешают. А почему он, говорит, не разрешает? Что вы будете решать-то? Какие такие вопросы, которые никому не нужны-то? Нужны. Вы будете сейчас решать вот этот вопрос. Он им называет там конкретно. А это и так понятно. Денежные ресурсы куда текут. И в архиерее голосуете, но вы сами даже не знаете, куда патриарх деньги девается. Сколько у него? Ну, второй вопрос. Это один вопрос. А второй будете решать. Все неженатые сидят, будут решать семейные вопросы. Чужих жен будете разбирать. Да мало того. Сейчас назначают какого-то начальника, чтобы монахи исповедовались. Вы по монашеству такой удар сейчас дадите, что там все трястись будут. А потом скажете, так изволится Духу Святому и нам. Это апостолы сказали. Ну что, как вам изволилось, мы, говорит, видим. А как Духу Святому? А я его не видел. Понял как? Весь ответ. Сейчас заседание в Москве. Это Андрей Кураев в живом журнале у себя об этом говорит. Изволится Духу Святому, а всегда они так говорят. Но басни продолжаются. Когда ставят в архиереи, а у них речь такая, что я не думал, я не знал, на меня пал жребий, но нищесо же вопреки глаголю. То есть не противляясь. А у него там вот этот, который его избрали, внезапно это. А крыло у него там, у него в чемодане там уже и шапочка сшита, и все как надо. И пол чемодана денег. Это все делается. А вот так-то мы все снимали, как у нас говорили. Петр Первый же вынес это решение, чтобы по бумажке впредь не говорили. А выходил, чтобы каждый говорил сам, чтобы дурь каждого была видна. Дурь каждого. А Брежнев как? Ему, говорит, дали бумагу, а там Олимпийские игры. Пять кольц он встал. О, о, Далит Ильич, это кольца Олимпийские. Так а зачем они здесь? Это уже из области фантастики. Сказка ложная, в ней намек. Ну, а что, давай, Сергей, что там, Сергей, у нас? Вот и масленица. Так на это много не... Вот услышали об этом? Ну и все, помолитесь об этом в царе Ираклии. Ираклий и Хазрой. Ой, Ираклий, Хазрой. Они воевали. Послание Титу, 1 глава, 15 стих. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Толкование. Итак, не по природе своей чисты или нечисты яства, но по произволению вкушающих. Последние, будучи чисты и благочестливы, знают, что все чисто, как творение Божие. Но один только грех нечист. Ибо если и закон считал нечто нечистым, так это было не бесцельно, но для обуздания невоздержанности, зная, что евреи без принуждения не повиновались бы ему, как чревоугодники. Конечно, если вкушающие будут чисты и благочестивы, то для таковых все будет чисто. Таким образом, ибо если так рассуждать, то рыбы, пожирающие людей, и птицы, считающиеся чистыми, но питающиеся червями, должны бы показаться нечистыми. Поэтому нечистая мысль, направленная в дурную сторону, сама собой грязнит то, что по природе не таково. Подобным образом и страдающий желудком думает, что яства неприятны, хотя бы они были приятны. И страдающему головокружением твердо стоящая земля кажется движущейся. Такое подозрение зависит от его болезни. Это относится к манихеям, так и к макреанитам и ко вновь, к макреанитам и ко вновь находящимся от них еретикам, у большинства называемых галатами. Вопросы. Вопросы. Все такие. Относительно ясно. Есть чревоугодие греха, а есть грех все подряд едение. Гартана весишь. А есть еще недоложертвенная. А ты какой. И здесь говорится, что закон был дан для борьбы с чревоугодием. А я думаю, что закон был дан для борьбы именно с идолопоклонством. Тельцу же поклонялись, тельца, они теперь приходят со второго идола. Когда закон, чистое и нечистое, животное. Господь так все сделал, песню-то он поел, как корову во дворе начальника. Лошадь по Писанию нечистая, а им приходилось своих идолов лопать, потому что остальных нельзя было. А дальше? А дальше? О чем он говорит? А теперь идоложертвенный, когда приносит, теперь это уже однозначно чревоугодие. Зачем тебе питаться-то этой идоложертвенным-то? Говорят-то о брате, который обратился из изыкчивого. Нет, он же знает, что идоложертвенный... Нет, он... Зачем питаться? Конечно. Он знает, что это лопать, но он не из чревоугодия его ест, а из-за высокоумия. Брат, из-за чревоугодия? Нет, из-за высокоумия, потому что брат твой соблазняется, ты-то знаешь, что оно тебе не повредит, но ты ешь, а брат твой не знает. Он немощный. Он ест овощи. Так вот ради этого немощного не ешь мясо. И Павел говорит, не буду есть мясо вовек. Значит, ты чревоугодия тоже есть? Из-за чревоугодия или из-за идолопоклонства? Что? Что? Я уже забыл, что. Ели идоложертвенные. Зачем они туда ходили, в это место и ели? Такие голодные были. Потому что друзья у них там были, написаны уже были. Зачем ты? Мне один наш брат говорит. Ну, пригласили, стоят люди хорошие, я пошел. Он не знал, что это кришнаиты. А кришна означает черный. Ну, они там обычно обкуривают, все это делают. Подносят яблоко, и я взял. Взял, да и уронил. Уронил, а теперь полез туда доставать. Он еще ничего не понимает, чем это закончится. Это будет откладывать отпечаток на всю жизнь. И он мне это все говорит. Я говорю, ты еще оголадал, или что, к кому пошел. Вот мне, допустим, вот она, там, помидоры, или что-то делать. Я узнаю, как. Она знает, что без уксуса, но все равно спрошу. Ты готовишь нам обед. Другой, вот она, приготовь, я не возьму. Я не возьму. Без разрешения, без благословения, и то другое. У нас занятия идут в университете, в это время приходит Фаина, еврейка, первый раз, подходит, а вы у меня пирожки возьмите, здорово живешь. Да я твои пирожки даже собакам не дам. Я тебя знать не знаю, я твои пирожки буду. Ты что, бабка? Она у нас побывала, и историю дальше знаете. А здесь как? А зачем? Идоложертвенная. Так они не знали, а исследовали. Да и не идоложертвенная. Ешьте без исследования. А начинает, а у вас этот вот хлеб, он маслом растительным не подмазано была, эта форма, это уже прямо совсем. Если не хочешь. А простой пример. Ко мне в гости приходит еписк от Силуян. Старо-брящистки. Всея Сибири. Ну, надежда моя, конечно, тут. Все, где она у меня? Лежит там. Вот. Садится молиться. А у вас иконы не такие, не не каньянские. Только делов. Я в другую комнату раз старо-брящистки иконы ему, он помолился. А мне с вами есть нельзя. У меня он в гостях, но со мной нельзя. Я не каньянем, то другое-то. Да я, Владыка, я не буду садиться. Вы отдельно поешьте. Тут я прислуживать буду вам. Он еще что-то начинает. Я говорю, ну, знаешь, дружок, я ведро вытаскиваю, помойное, из-под рукомойника. Епископу и говорю, нужда, друг, заставит тебя, ты возле ведра придешь ко мне, будешь сидеть есть. И оттуда будешь вынимать крошки и собирать. Ну, если уж нужда заставить, ну и все. А ты как-то обострали-то с нашим Евтихи вместе пельмени ели в мел. Забыл? Залубался. Ну и все, что тут дурить-то? Садись, съешь. Я уже поел. А пришел Антоний, когда пригласили его, он идет, вот так, а у меня там подниматель второй этаж с поворотом было. Я остановился еще пухтишно, как паровоз. Он вот такой вот был-то. Знаешь, я говорю, это ты не желез, ты на лето ко мне в лагерь попросись, я тебя возьму. Со мной вставать будешь, обедать вместе, купаться, из тебя это сойдет все. Нет? В 41 год кончился. В 41 год умер. А теперь, кто его отравил? Кто его отравил? Когда он больной был, он на второй этаж ко мне не мог залезти. Но он был добрый. Епископ, Барнаульский, первый епископ. Тут не было епископа никогда. Теперь, едем дорогой на машине, у меня в машине с ним, ни одного у меня миссионера-то нету во всей епархии. Это все относится к делу. Дело жертвенно. Соглашайся у меня быть. У меня тут три строятся храма. Можешь в любой заходить. Я, конечно, никак не соглашаюсь. Я ему поясняю, что такое миссионер и как быть. Он был добрый. Какая тут была война с этим. Снова Алтайская. Они были священники. Там они жгли костры, его не запускали, окружили. Священник полез, а там штырь я повесил священника на кресте. На цепочке-то. И все это снимает. А телевидение все снимает из всего мира. Как они воевали-то? За деньги не поделили деньги. Он наложил на них оброк, больше обычного. Вот они замунтовали. Ну, там сила-то была. Этот погиблов отец Михаил на той стороне был. Я не знаю, Капрана был, нет. А отец Николай Войтович сидел. Никуда-то. Серый кардинал. Он руководил отсюда. А этот приехал и никак. Он меня пригласил. Приезжай, мы вот такое дело сделали. Что нам делать? Я говорю, знаете, ребята, согласно канонов, вы правы. Но согласно канонов, они все. Он сказал, службу не вести. А вести службу. И они на улице дежурили, круглосуточно кастры жили. Я у них там дня два, кажется, побыл. Я говорю, вы должны покорить Семен-Антонио. Он не прав. Ну, каноны требуют этого. Ну, а я когда пришел ему, я говорю, не накладывай-то на них эти прещения, нельзя служить. Вести невиновны. Интердикт там какой католический наложил. Зачем это надо-то? Ну, они тут собрались в Покровском соборе. Меня сказали, я на улице стою. Пурга идет. И вот священник, как из катапульпы. Один вылетает, второй. Победа. Какая победа? Он снял с нас запрещение. Можем служить-то. И на колеснице, и домой. Маленько прошло время, он выходит, качается, подходит что было, говорит, не знаю. ну, такие, говорит, они. И покаяния настоящего, говорит, не было. Ну, я разрешил, как вот вроде говорили-то. Я говорю, оставь. все это кончится, и никому это не надо. Так и так. Погибло, поехал главный, который был в Санкт-Петербурге. Этот умер, и все по-другому. Тут приехал, когда Максим, он наложил на всех дополнительно, на него жалоба за жалобой. Ему патриархия раз, там, замещание, или что он, Антоний, это отсюда похорон, но никого не предупредил, ни родных, ни священников. Ну, и там поднялись люди, и на него жалобы, от жалобы прокуратуру разбирались, и патриарху, алисея второму у нас. А он, патриарх, вынес ему порицание, и на первой странице напечатали алтайско-бестники. В любом деле надо понимать, что для тебя главное. И никогда не бойся попятиться, то у меня мнение, ну, посмотри, мнение твое не может быть дороже того, что Господь дал нам. Дал нам истину. Вот я хотел спросить, вы понимаете у них, как он, блажен Афифиллах, вот этот материал создал-то? Как он создал? А ведь это уже 11 век. И вот так, чтобы все, весь Новый Завет, кроме Откровения, в одно место собрать, чтобы немного было. На Златоусте, допустим, одно Евангелие, это Том, Том, 800 с лишним страниц. Он вот так сделал. Он был диакон. И он собирал, и сидел, конспектировал. У Златоуста так. Василий Викитарь, говорит, он потом все это покажет. Ефрем Сирину помянет. Все выписал. А к народу теперь выходит, и вот это вот говорит. Ну и вот сохранилось для нас. Ну а к этому я добавил еще комментарии. Вот это наш потерял. Даром это ничего не дается. Народ был совсем никакой. Это о его биографии говорится. А вот был архиепископ, Болгарию направил. Грек. Вернемся к вопросу-то. Что там ушли? Вопрос-то. Какой тебе вопрос-то? Да и у меня был вопрос. Вы же говорите, что все это к одоложертвенному. Конечно. Потому что все остальное, как и на одоложертвенном, было отброшено. В духовном плане-то разберитесь. Вы не думайте, что это яблоко упало и обкурено. Да мы на каждом месте идола строим-то. Главное, идола там и мона. Другой, жена-жена сказала, а я все равно поеду. К подкаблучнике. Жена сказала. Ну еще. Идол. А другого ребенок идол. Он для него все везде трясется. На твоих глазах семерых детей казнили, и она не дрогнула. Последний остался. Сын она уговаривает. Смотри, шестеро уже взошли к Господу. И ты только не отступись. Ну, седьмая глава. Вторая книга Маховейская. Вот как надо. А тут, да я за ребенка все отдам. Я ради детей живу. Я говорю, самый большой проигрыш в детях. Это новая биография пишется. Она тебя слушать не будет. У нее свой характер. Она распорядится своим телом не как ты хочешь. Давай, ты говори, а потом я покажу книжку, которую здесь я нашел. Он стоит на полке. Тут вопрос вот какой. Еще раз. Мы с Леной его зададем. Вот толкователь сейчас. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены их ум и совесть. И дальше толкователь говорит. Ибо если и закон считал нечто нечистым, так это было небесценно, но для обуздания невоздержанности, зная, что евреи без принуждения не повиновались бы ему, как чревоугодники. То есть, закон чистое и нечистое животное, когда Господь вводил закон, толкователь нам говорит, что он его вводил против чревоугодия. А я считаю, Елена считает, что этот закон был направлен против идола жертвенного. И она и спрашивает, зачем христиане, которые уже обратились ко Христу, ели этих идолов, ну, зная, что они не повредят. Тем самым, соблазняя брата, который думал, что чистое и нечистое еще. Зачем они вообще туда ходили, вот эти игорьские капщики и ели? Из-за чревоугодия? Или чтобы показать, что какие они мощные? Как он же и говорит, одни считают за идол, а другое ни во что ставит. Ну, соблазн попадается. Ну, зачем ходили туда? Ну, зачем ходили? Сегодня зачем ходят? Ну, зачем я пойду? Ну, где-то что-то отправляют, где-то призвали. У соседки свадьба пригласили, пошла. Зачем пошла? Не спрашивает. А пригласили в Великий пост. В Великий пост только собаки свадьбу делают. Ну, и священник говорит, не надо быть фарисеем. Дали кусок мяса, съешь его. Великий пост. Он зачем зашел? Он зашел-то. Кусок мяса дали, съешь. Это кто говорит? Отец Михаил погибел. Фамилии-то говорящие. Как Таня у меня на шаурме. Работает в магазине. Заходит, говорит, священник в Ризе. В Ризе все. Покупает две шаурмы с курицей. Три дня осталось до Рождества. Ну, когда строгая неделя самая. И главное, он не вышел, а сел и тут же ест. Ладно, говорит, взял с собой. А потом подходит рассчитываться. Или еще добавку он пришел. Она говорит, батюшка, а сейчас пост? Говорит, пост, деточка, пост. А ты что спрашиваешь-то? Она говорит, батюшка, а в пост-то мясо нельзя? А ты что, соблазняешься, что ли? Да я голодный сильно был зашел. Она говорит, мама у меня, говорит, умерла, в пост-то есть не стало бы мясо. А вы, говорит, священник, и, говорит, ходите при всем народе, говорит, и идите. Я в ресторане проповедовал, в дороге меня пригласили. Чем рассчитать? Ну, картошку сварите. А у нас батюшки тут ехали, они всю дорогу гуляли. В последние недели страстная. Всю дорогу гуляли, ели мясное, все. Значит, можно поверить? На это не надо смотреть, ты соблюдай, не соблазняйся. Бог скажу, мы судья. Я попутно хочу сказать. Вот одна ложерственная. На полке стоит книжка. Василий Жуховский. И дальше, считай, второе слово. Срочка какая? Чудный, чудесный дар богов. Чудесный дар богов. А тостяк и дала. Ну, кроме единого истинного бога. На нашей полке стоит. Зачем оно? Теперь давайте гадать. Вот вчера мы пришли, я вот там принес крючок. Посмотрите, не могли зашить. За 10 лет, наверное, ковер раздирается. А я его, видела, как шил. Вчера ночью мы шили. А Володя прибил все шторки, чтобы они закрывались. И в это время я на полочку-то полез. Жуковский. А кто такой Жуковский, Василий? Кто знает? Детский. Детский. Нет, нет. Он стихи поэмный писал при цареющем. Внебрачный сын. Барина. Внебрачный сын. Это что означает? Внебрачный сын. Что это означает? Набулин от блуда. Так. Второе. Он был самый ближайший сабинный друг Александра Сергеевича Пушкина. И был у умирающего, сидел у адра. И письма носил царю от царя. Это ближайший человек. И ты почитай. И что? Богов. Вот я считаю, слово Христоска вообще. Ну, может быть, я не все прочитал. Расстройка семейного согласия. Такая не складуха. Да у нас любой напишет. Да себе Вася Чарипанов такой напишет. Нет, ничего нету совершенно. Ну, ты возьмешь, почитаешь. Ничего не сладок богов. Я тоже занятия вела, взяла. Думала, что-то хорошее. Думаю, посмотрю, детям почитают. Открыла. Такая галиматья там вообще. Понимаешь, там ничего нету. Ни складуха. Спичку возьмем. И потом о пустом, о пустом пишет. Как бросали через забор на подавагонную ночь. Как ворожили башмачками там и прочее. Куда башмачок направлен, значит, жених оттуда придет. Басни очередные православные. Сочетник в самую ночь. Игнатий Тихонович, можно не по теме. Не надо, пускай по теме потом. Не надо, давай, Сергей. Титу 1.16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи бнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу толкованиям. Видишь ли, что делает их нечистыми и мерзкими. То, что дела дурны и нечисты. Ибо поистине вера без дел мертва. Якова 2.17. Мертвый же внушает омерзение и ни к чему не годен. Мертвый внушает омерзение. Вот написано. А наоборот, о мертвых заботятся и мощи. Ко всем внушают омерзение. Ну, давай-то мы возьмем. И все мощи кончились. Вот так вот вырывает из текста. И говорит о каком? Говорит мертвый человек, который лежит, валяется. И что, в дом потащишь его? Нет? Ну, просто неприятно и все. Но еще ладно, там раздавлено, и кишки валяются рядом. Вот Осипов так делает. Он взял все. Зато он говорит, Христос воскрес, и никого в аде. Осипов неприлимно об этом говорит. Никого в аде. Все в раю будут. Погибших ни одного не будет. Он обольститель. Он разрушитель. И он сколько попок наплодил-то? Там уже, наверное, лет 40 профессорам. К академии. К семинарии близко не подпускали, когда ты верующий. А этот профессор был, он на десятки раз там перегнутый был. В 80 лет все еще бреется и в галстуке сидит. Он масон, может быть, в последних степенях. И они не видят. Я постоянно говорю, что он профессор. Ну, что он говорит-то? Он из святых отцов берет, вот такие слова выдергивает. Бог всех простит. Ни одного погибшего не будет. А обольститель. Один стих говорит. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 25 глава Матвея. Вот и все. Он не верит это, он не верующий. Какая будет вечность? Что? Мы не знаем, но так написано. Вот, ну, прочитал ты сейчас. Все. Никого. Это он выразил ту мысль. Те, которые хотели выйти, они вышли. Только тот смысл. Другого нету. Остальные остались. Не написано никого в Аде. Он прекрасно знает о чем говорит. Я говорю, написано, Иордан повернул спять. Когда он поворачивал? Он не мог повернуть и не было. Но он показывает такую силу Божию, что и холмы прыгали от радости. И горы, как агнсы. Не прыгали горы. И ни агнсы не было. Ну, не было этого. А он все говорит. Вот было. И сам смотрит на тебя и фисюкает. Это даже смотреть доказывать не надо. Что обманщик, обольститель. А на него ссылаются. Саня Титу, вторая глава, первый стих. Ты же говори то, что сообразно здравым учениям. Хотя бы они были неверующими и бесчестными людьми, ты все же делай свое дело. Не молчи, хотя бы они и не принимали учения. Титу 2.2. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, терпении. Так как недостаток старости, ленность, медлительность и неудобоподвижность. Поэтому говорит, чтобы были бдительны, то есть бодрствовали бы и были бы готовы на все должное. Слушай, какие старики? Целомудренными называют здесь рассудительных, имеющих здравое состояние ума. Ибо и между старцами бывают люди неистовые, беснующиеся и безумные. Одни от вина, другие от малодушия. Заповедь о терпении особенно прилично старцам по причине их вспыльчивости и раздражительности. Характеристика, как будто сегодня. Можно замечание небольшое? Вот у нас занятия были последние. И там вопросы начали разбирать, там вопросы какие-то. И сначала один человек вышел, не знаю кто, а потом второй с бородой. И такие вопросы начинают разбирать, которые не подвластны их уму. А уже разбирают, учить начинают. Главное сидят же, слушают по занятиях. Что они слушают, не знаю. Один говорит, что падшие ангелы это не бесы. А бесы, говорит, это вот потомки людей, смешанных с ангелами. Это придумать надо. А другой говорит, а что мы тут неканоническую Библию разбираем? Ее вообще считать-то надо или нет? Игнат Тихонович, уж до чего, говорит, матер в вопросах. Даже не понял, о чем речь идет. Начал рассказывать о неканонических книгах. А тот перебивает его. Подожди, я не про это говорю, а про то, что неканоническая Библия у нас. Ну, Игнат Тихонович здесь сразу быстро его... Почему? Потому что она переведена, поэтому и неканоническая. На русский язык переведена, значит, неканоническая. Что мы ее тут читаем-то, по ней разговоры ведем? То есть люди есть до такой степени не в здравом учении, а... Хорошо Игнат Тихонович потом рассказал им, а я чуть сам не догадался. Говорит, есть у нас, говорит, сайт наш, вы, говорит, выйдите на него, и там по темам вопросы, по темам, 55 тем, и там 4124 ответа на вопросы, на любые вопросы. Вы только начнете читать, и тогда... А не все в этих книгах. Да, и тогда вы все начнете понимать, как должно. А то люди сидят, а мы некоторых вопросов не касаемся, и не знаем, кто там. Я вот смотрю, вот идут головки-головки какие-то белые там, с синим фоном, потом, ну, свои пошли, кто-то там уже долго ходит, а кого-то вообще не видно, и много так народу, я не знаю, человек 40, наверное. 16. 16? 16. А нет, вообще общего количества там. Со мной вместе 16. Но это было. А общего количества, которые заходят туда, сюда, там где-то сколько? Вот у него картинки, о которых ты говоришь, голову открывается, 16. Каждый раз считаю, 15-16, из этого не выходит, 17 ни разу не было. Ага. И вот непонятно, кто это там и так далее люди. И они сидят и ждут своего часа, когда они услышат что-то для них знакомое. И тогда они скажут, но этого знакомого так мало, и они все так не в попад. Один очень хороший знакомый тоже вышел с Антихристом. И уже говорю, ты хоть почитай, говорю, что у нас написано для начала-то. Потом уже начинайте умозаключения какие-то делать. Вообще, Слово Божие, ну вот так вот коветкают, как хотят. Одно предложение, одну строчку прочитали, и уже учение. Или где-то услышали, да, звон был, да, точно. Значит, это уже колокольная. Ничего подобного. Брякнул кто-то одной головой, тут пустое, а другую. Покровский, Филипп Филиппович, Шарик, ты в начальной стадии развития. Тебе только слушать и молчать. Молчать и слушать. Как я-то говорил, твои предки только что с веток спрыгнули, а ты... Игнать Иванович, вот чем хорошо было, когда глаза в глаза учились, на занятия ходили, что все это можно было... Люди, во-первых, друг друга видели. И прям когда тебе с кафедры говорит человек, который говорит до такой степени мудрые мысли, и кажется, что это... Неужели человек может такое говорить? Но Игнать Иванович, как честный христианин, он сначала относил нас всегда к Библии. Но я понимал, что, конечно, без Бога здесь просто не может... Не дано было быть, не может быть такого дара, чтобы так доносить Слово Божие. И когда кто-то вставал там и начинал с места вопрос какой-то глупый задавать, его тут же... Подожди, ты напиши записку, да и все. Мы уже знаем, что Игнать Иванович это скажет. Записку. И потом люди новые приходят, мы говорим, тут у нас не надо выскакивать. Ты записку пиши, и все. И человек приходил, записки писал уже, подавал. И было такое, что помногу прям этих записок. И тут же вопросы разбираются. И люди прям на занятиях или после занятий оставались, говорили, так вы прям отвечали на мои вопросы. Часто-часто это все было. Почему? Потому что у людей, они крутятся рядом эти вопросы. Они их очень интересуют, но они даже их сформулировать не могут. Они даже еще на такой начальной стадии развития, что они еще даже не понимают, что они не понимают. Но мы, когда ходили на занятия, мы-то все это поняли лет через пять. Когда прошли первый курс Нового Завета. А песня песней потом еще была. Помните, как проходили у нас было несколько курсов, как беседовать с людьми, как правильно беседовать с сектантами. Сколько всего пройдено дорог и сколько сделано ошибок. Это в втором томе все написано. Да. Ни где-то насчет этого отсюда взято. Я считаю, что пока первых четыре тома человек не прочтет, ему вообще задавать вопросы и не надо, потому что там все есть. И ты услышишь вот это воочию, то есть из уст людей. Или, ну, естественно, сначала идут у нас толкователи, а потом уже комментарии Игнатихныча, а потом уже братья комментируют. Всегда в попад. Редко, когда там что-то такое. Забровья даже нет. Титул 2.3 Чтобы старицы так же одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру толкования. Говорит о старицах, которые не по внешнему виду и по одежде должны казаться приличными. Так. Еще раз. Говорит о старицах, которые и по внешнему виду, и по одежде должны казаться приличными. Некоторые, впрочем, думают, что здесь речь идет о дьяконисах, от которых апостол требует, чтобы они по самому одеянию казались благоприличными, то есть отвечающими их священному служению. Так как к старости человек охлаждается, то является расположение к вину, а затем, не будучи в состоянии удерживаться, как слабый, побеждается не от умеренного, а от большого употребления вина, а отсюда является склонность к клеветам. Так же в другом месте говорит, а учить жене не позволяю. Первая титул... А, не так. Как же в другом месте говорит, а учить жене не позволяю. Первая тимофея 2.12. Там он говорит о публичном учении в церкви, которое женам не дозволяется. А здесь об учении домашним, при том только жен младших. Что это говорит апостол? Слушай далее. То есть в одном месте он говорит, а учить жене не позволяю, а здесь, говорит, ставится, пусть учат. Казалось бы, противоречие. Там он говорит на публичном учении, а здесь старшая-младшая-то должна научить. А кто говорит про деканист? Сейчас где-то слышно про это, нет? Чтобы деканисты были. Нет, ну у католиков нет. Я не слышал. Вот в интернете мне бы оставили патриарх Александрийский, там называют его, я не знаю, какое их им делали. И он руку полагает сразу несколько. И показано, как руку полагает, как они одеты. То есть это прилично. А другая даже с таким вырезом, и трудно понять, какая. Но как? Она имеет право прислужить в алтаре. Ой, как? Я сразу даю отметы. Аладийский собор, 33-е правило, женщина в алтарь да не входит. Женщина, она женщина осталась или нет? Или надели на нее другую одежду, она уже не женщина? Женщина в алтарь, да не входит, и мирский человек. Все. Если страх есть, то ты никогда не пойдешь. Я в синоде нахожусь, а там женщины моют, и говорят, у нас второе ведро, там убирал помощник-то какой-то, кто и подьяхан, или кто при... И он ведро оставил там в алтаре. Как его достать-то? Зайдите, возьмите ее, женщина-то не может. А я говорю, я мирянин, я не могу. Но тогда договорились так. Я лег, дали мне швабру, я говорю, меня держите за ноги, чтобы я туда не залез целиком-то. А они на уровне до порога мои ноги прижали и держат. Я дотянулся, и швабра ее подцепила, ведро подтянул, и все. Скажут, парисейство. Ну, как хочешь, обсуждай. Гольно выдумки хитрают. Ну да, я ничего не нарушил, и женщинам ведро вытащили. Понимаешь, как вот в любом деле везде, ну, не зря же пришли к Антонию, когда спрашивали, какое достоинство, там, дело, качество, самое хорошее. Братья-то между собой умные. Один говорит, только благовествовать, это самое главное. Один говорит, а что благовествовать, когда никто не молится? Главное, это молитва. А тот говорит, а что молитва на сытый желудок? Главное, это пост. А тот говорит, ты это мертвый, когда милости не даешь, никого не любишь. Что спорить? Пришли к Антонию. А какое самое главное качество-то должно быть в человеке-то? Он говорит, рассудительность. Дурака не научи молись, он лоб разобьет. Не расскажи, как пастись, он с голоду может себя уморить. И благовествовать будет. Поехал, наслушался, кто-то на телеге-то едет в лесу, то он остановился, садись сзади, он сидит сзади-то и думает, как сказать-то? Ну, с чего? Ну, и сразу спрашивает кучера, а ты к смерти готов? Кто-то там посадил. Он потихоньку ну, туда встал, да как, дал ему. Просто в телеге-то я противился. Телегу понужил, лошадь-то и пошел, а тот встал, кровь течет. Слава тебе, Господи, за благовестие первый раз пострадал. За Христа пострадал. Рассудительность должна быть. Рассудительность. Надо или не надо говорить, а первый вопрос. Надо или не надо. А только еще замечание сделал. Я не так, я вот первый раз это... Ну, ты не успел обдумать. Ну, подожди, хотя бы, Денек, подумай, о чем я сказал-то. И поэтому, ну, дырявый сосуд, рот просыпается. Сказали, а ты обдумай, запиши, посмотри. Как это так? Можно или нет? Вот я сегодня о чем говорил, я это все уже написал, уже напечатал, уже по интернету распространил, себя на бумажку, теперь вам сказал. И об этом Семене Хорольском, который ходит по горам, там поет, и показал, что такое пение и о Хворостовском, что у меня есть. Вот такое, чтобы знания были на пользу людям, чтобы вы не подражали плохому, а хорошему. Все, поехали. Тимофеев 2.4. Чтобы вразумляли молодых любить мужей. Титу. Любить детей. Толкование. Не своих только дочерей, а и вообще всех юных по возрасту. Каждая старшая, пусть вразумляет младшую и прежде всего важнейшему домашнему благу любить мужа. Мужа, детей. Вот сейчас фотографию поставили. Жена ждет мужа, а он в полиции работает. Ну, нет вещи, она решила пойти в участок. где вы там кому-то-то. Приходит, он спит не один. А мужу, сказали, он там сверху роща, срочные дела, а он спит и не один. А кто с ним рядом? Напарник. Напарника нет никакого. он лежит в фотографии, фотография, он вот так вот лежит и вот такого Тарасика прижал к себе и оба спят. То есть ребенок брошенный, где-то был, и он у него плачет, и они оба уставшие, он там накормил, напоил, он дядя, обнял, и он как повалился, совершенно выпущенный. И оба спят, жена пришла, такая картина, она взяла, сфотографировала и показала. Он лежит на спине, и ребенок, у него на руках обнятый, не по стере, ничего нет, он то ли какое-то кресло там или чего-то и лежит, и двое лежат. Вот как. Застукала она его. У меня там один с 7-й книжком пришел, Мария, на мою маму. А Тихон где? Да на собрание ушел. Какое собрание? Он к Аграфьоне сейчас зашел. А Аграфьона там живет одна, одинокая женщина-то. Ну, я говорю, что, как у нас бабы, пойти окна и побить? Дура будут. Что делать? Да ничего не буду делать. Да я сама схожу на собрание. Ну, мимо это, это боком прошла, а не где Игорь Глушков живет эта Аграфьона. А мы жили там, где сейчас, тут и были где-то. Прошла, конечно. Я, говорит, нехорошо подумала об этой Аграфьоне. Это, думаю, встречаться надо будет и говорить как-то. Прихожу туда, он как говорит, а Гучник сидит там в первых рядах, тихо слушает, что там выступает. Я туда с Семеном Плешкова так сидел, вот еще, ты же какую беду бы наделал-то? А я посмеялся, хотел посмотреть, что ты под камарой делать будешь? Смышливый. Как Задорнов. Ну да. Нельзя смеяться такими вещами. Никак. Это мама сама рассказывает. Вот и все. Поэтому, не всякому слуху верьте. А то, говорит, любовь всему верит, всему надеется. Вот написано, всему верит. Как монах этот, да, когда выходил из кельета, запнулся, а это подумал, что там брат его согрешает, уже все, осудил его, все, подошел ближе, пнул их. Это оказывается мешок. Нет, а лежит в слог, говорит он. Сколько проговорил, ну можешь хоть в сторону отойти-то. Занимайтесь, каким делом-то. Ну, еще нету. Вот чем воображение монаха. Вот она, невоображение только. А с Иваном, с Иваном-то новгородским, когда монахом-то был, точно такая же история. Приходят братья, дыхами, ну пахнет, а вышел, ты слышал, он дышит, а тут, говорит, ты посмотрел, калакели, там каблуки женские эти, следы-то. Она на высоких каблуках именно была. Да что это это, в самом деле, да не может быть. Может быть. А когда приходит она, ну перед вечером, ночью-то тут волки ходят, и все. Ну, они перед вечером будут к нему, а она и идет. Коса. Из кельи у него там где-то. Как увидела их, запахнулась, и рванула, и вокруг кельи там бежать. Они за ней, нигде никого нету. Они заходят, а он молится, стоит, что лицемер, молишься. Они его сцепили, народ собрали, что с ним делать-то? Ну, а плот его там посадили, и от берега оттолкнули волков. А плот-то поплыет против течения. И они тогда поняли, это что же мы надели. Они кричат, очень прости, мы виноваты, да пошли мы. И туда его плот прибил, дальше новая жизнь начинается. А он потом демона в рукомойнике запер. молится с рукомойником. Он его перекрестил, он заглох там и орет. Видимо, водой, воду сделал, расплавленной магмой. Он орет, он подошел, не кричи, да молюсь, тогда, так, ты можешь сделать-то конек? Он так конек-горбунок делался. Он сел, в Иерусалим, и тут же в Иерусалиме. Вечера находили деканки у Гоголя, то они документальные основы имеют. Он зашел, дверь отворили из храма, он помолился, опять сел на него и демон-то когда расстался, он посрамленный-то. Только не думай, кому про это рассказывать-то. Я тебе такое устроил. И вот он устроил ему. А он будет архиепископ. Жития Святого, архиепископа Новгородского. А тут я сказал, слышали там, кто-то в интернете, кто-то что-то не напишет, и у рост разинули. А я считал. Я про Путина еще ни одного не считал. Отзывы самые плохие, где бы я поверил? Как-то верит. Зачем ему это надо? Что тут плести-то? А вот то, другое, там где-то, там что-то, ну даже было, где-то может, ну деньги взял или что-то. Какое отношение к сегодняшему? Россию стали считать за государство сегодня. и американцы все планы разрушают. Где-то сейчас недавно было, какое-то большое государство, чуть ли не Германия, нам президента этого надо. Из тех сегодняшних в мире руководителей самый высокий рейтинг у Путина. А ты-то ничего не знаешь, что ты споришь для этого? Ты посмотри, какие у него выступления, как он отвечает. Интересно, мальчишка там по географическому что-то решает, и он решил задать вопрос. Он получил главную премию. Так, по географии, скажи, где границы нашего государства? А он не знает, сейчас перестану дружу. Границы там, где в Русске, там и границы. О, ответ какой. А ты найди счет, еще ближе бы это ответил. Где в Русске, там и границы. Сиски-массийские. Путин, Путин. Дома порядок не наведем, а виним кого-то. Фамилия-то какая? Молиться надо. Путь. Путин. Мне самое интересное, что у Путина показывали библиотеку и видели, наш трехтомник стоит. Да, у сна. Это чего-то стоит? Ой, это снова вопрос. А это приехала Галина Силина и говорит, у нее брат был и принес там из монастыря. Для слова Божия нет ус. Я как издано? Вроде с верным переплети. А у меня в мягком было только. То есть переиздают. А меня не уведомляют даже. Я говорю, вы эти книги будете искать по листику. Сегодня уже начинают понимать, глядят. Это невозможно. Я сам знаю, что невозможно. Я свои стихи смотрю, они топорные такие, как бы, тяжеловесные. Я их стихами не называю. Пропаде стихах. Я считаю, я ни одной строчки себе приписать не могу. Как первый раз вижу. Столько там заложено в каждой строчке. Это Бог сделал. Бог сделал. Вот и все. Такой новый завет издать. Первые до 2000 лет. С подкровением. Давайте. Мы блаженны будем у Бога. Проболожаем. Аминь. Когда это налицо, то есть важнейшее благо, любить мужа, и остальное последует. Порядок в доме, изобилие в имуществе. Когда же этого нет, любви, то хотя бы и все было, все утечет. Кто любит корень, то есть отца, тем более полюбит и плоды, то есть детей. Жена научится безмолвы. Учить же не позволяю. Выполнила это? Ни разу не нарушала? Нарушала. Нарушала. Всегда выполняла это? Или нарушала? Я молчала. Валентина Дмитриевна, она все время считала, что я умнее мужа. Не равна говорить, я все выше. И теперь еще одна на кухне. Единственная сестра, которая пришла через благовестие прям из-под квартиры. Сто процентов. Поэтому... И я в благовещение пришла по радио. По радио. По радио. А ее прям Игнать Игныч пригласил. И у меня, считай, пригласил. Нет, нет, нет. Ну а тут, когда я по телефону названил, Татьяна пришла, Бридкова. Так, упадешь. А радио многие пришли. Дня не было, чтобы не спали в нем. А я одна, а три человека вообще. Ой, Господи. Разбежать надо. Так. Ничего нельзя сделать. Над собой не работаешь. Ну, конечно. Причина обязательно есть. Ночь не спали. А ты день-то не ложись, и тогда, может, следующий не дождешься. Татьяна Кузьминишна тоже через радио, да? Так что... Давай, не знаешь просто ничего еще. Я спросил, Дмитрий. Ты еще не знаешь, как должен знать. Второе Тимофея... Ой, простите. Послание Тимофея, вторая глава, пятый стих. Титу ты говоришь. Опять. Титу. Те и мы сливаются. Очки мои. На тебе очки. Я сегодня во время службы видел, как Варвару отчет оттолкнули маленько. А Варвара там пошаткала. И одна спящая сестра проснулась и не знает, что тут делать. Варвара разбудила ее. Послание Титу, вторая глава, пятый стих. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Толкование. И кому еще другому будет нравиться распонравившееся возлюбленному. Смотри, как Павел, отвлекающий прежде от житейских забот, теперь прилагает великое старание о делах домашних. Потому что, когда в хорошем состоянии находятся эти дела, хороши будут и духовные. Видишь ли, что он преимущественно заботится о проповеди, а не о мирских делах. Если верующая жена, живущая с неверующим мужем, недобродетельна, то хула переносится на веру. Один имел хорошую жену, верную. Он говорит, я куда бы ни поехала, я уверен, что она дома будет. Она свое дело делает, хозяйство ведет. А один, который привык, не женатый там, 18-й жен уже было. Еще так-то уверен в ней? Да, конечно. Ну ладно, ты пожалеешь, что так говоришь. Ну, поехал к ней офицер, приехал, я от мужа, ну, а так, звонить нельзя было. Давай к ней, она видит, что он не просто привет передал, а он ей к линии, говорится, бьет. Она бы его сразу раскусила. Ну, она давай показывать ему хозяйство, все заранее, все приготовила. Быстро приготовила угощение ему. Ну, она когда показывала, вот эта вот картина относится к такому-то веку. Вот картина-то подошел на стене смотреть, вот обернулся, ее нет, и дверь закрыли. А оно высокое здание-то, которое было метров шесть, и там узенькие окна. Он бернулся, дверь нет, кричать никто нет. Маленько погодил там где-то в окошечке, и мы опустили поесть. А муж вернется через полтора или два года. И он там сидел и начал трогаться умом по-другому. А в это время записка поступала. «Ты сильно не беспокойся, ты будешь работать и забудешь обо всем». Она спустила его прявку, и он там сидел, прял. Офицер. Крутил веретежку. А который сделает что-то, у него пошел заработок, его начислять стали на лесовой счет. Поднимали. Муж приезжает, а тебе приезжал такой. Приезжал. Ну и как? Ну да никак, все нормально. Ну он как-то проявлял себя, что любовь тебе, как он говорил. Может, любую женщину, любовь. Да, было. Он еще сразу уехал. Да никуда он не ехал, вот тут и есть. Она подвела его, гляди где. Он тогда открыл дверь, ну иди сюда, Абрам. Ну и как? Он речь потерял. Ни с кем не разговаривали, еще такая веретежка крутила. Вот, вот какая жена. Она ему такое угощение приготовила, как к невинному пруденцу. Жестко. А все, есть вот примеры. За незаконное удержание. А придумали они, рыцари ходили. Жене поезд соломудрия из железа запирал все и опускался где-то ниже колен. Как она на двор ходила, я не пойму. И никто, пока замок не снимешь, к ней нельзя было подобраться к сокровенному месту. И он, у него хрюшь с собой. Так в музеях прям стоят они, там прорези небольшие такие. Ну прорезь такая небольшая, что, ну, ну, железя куда можно помыть. Потом, после. Когда она-то не могла помыть, а может как-то было? Да нет, железя куда можно мыть, она не совсем уж была. Это удивительно, люди как заботились о себе. Вот ошкачок-то и пишет, оцеломудрие. А мы проигрываем перед мусульманами по всем статьям. Как перед евреями те народности, которые жили. Это, говорит, аналогия, прям напрашивается. Очень хорошая статья. Вторая глава шестой стих. Юношей также увещевая быть целомудренными. Толкование старших поставил учителями для младших. Женщин для женщин. Для юношей – самого тита. Мужа – для мужей. Везде соблюдает благоприличие. Чему же их наставлять и вразумлять? Быть целомудренными. Ибо в молодом возрасте больше всего причиняет вред огонь постыдных удовольствий, которые должно погашать и стараться быть целомудренным. Вот я хотел сказать, что у нас вот этого института, ну как обычно говорят, института, то есть как бы учения или занятия таких, чтобы старицы вразумляли молодых жен, любить детей, любить мужей. У нас такого нету. Ну может быть отдельно кто-то там какие-то разговоры проводил, а чтобы конкретно что-то было такое. Как у нас, допустим, совет, церковно-приходской совет. Раз, какой-то вопрос разобрали, досконально так все бывает, даже долго разбирают. А так-то бы это, может быть, и надо проводить. Вот, допустим, сестра… Ну, она была, батюшка была, она пришла и шла. Пришла, она что-то не домажает. Так я Валеру спросил, а он не знает, он не живет там. Ну да, он сейчас в деревне, они здесь смотрят. Еще не знает. А Марина? Марина, она не знает ничего, они тоже… Нет, я ее не видела. Да ты что? Ну ладно, не видела и не видела. Ну, у нас сегодня я не видела. Если бы ты ее разумлял, что-нибудь сказала, что тут нет. Так, ну еще. Ты не можешь. А что я не могу? А что ты сказать тебе? Значит, все? Нет, ну ничего. Ну, да, даже вот у нас в обществе, вот, есть там, борются против пьянства, против наркомании, ну, против каких-то там пороков. Против грудая не будет, не будет. Да, да, даже против пьянства. То не я, что там в одно время было, а сейчас как-то уже. Ну вот. А против блуда, одна, по-моему, Людмила Плетт там вот говорила, а больше я… В интернете есть священники, которые эту тему поднимают, выразумляют молодежь? Ну, конечно. Есть. Хорошая статья. Ну и дай бог. Есть у Смирнова, у Ткачева, у Головина отца Владимира, город Болгар. Прямо так и называется. Кастун Максим отвечает. Ну, тут так, коротенькие. А другие подробно. Вот до этого, я скажу, до этого вот только в 50… Ну, кто-то помнит, в 55-м году, по-моему, или в 53-м, только сделали классы смешанные. Парни с девчонками начали учить. А так до этого только раздельное было. И девчонки, ну, показывают там какие-то документальные фильмы. И там вот гимназистки. Они отдельно с тайками бегают, как сейчас мусульманки. Так вот на Руси вот так бегали девушки с тайками. Еще показывают советскую власть. И то они с тайками мужики. Мужики вот так вот ходят, вот в таких рубашках, вот так вот поясок у них. И это, не знаю, до войны, даже после войны, по-моему, так ходили еще. Как долго держалось это все. Остатки благочестия. Ну, недаром этот гитлеровский профессор, который провел в 41-м году, после начала исследования наших девушек, сказал, этот народ сейчас победить невозможно, потому что он не развращен. Практически 100% естенец. До 20 лет, до 20, так, по-моему, было. Это же было, ого, что. 21 года. Это сила. А сегодня еще? Сегодня что, Господи? Сейчас не найдешь никого. Боялись, стыдились, хорошее потомство было. Сейчас начнем. Меня больше всего поражает, что у нас наши, дети наши, называют друзьями тех, кто рядом с ними учится. Сколько раз прошел, а неверующие? Нет, неверующие. Как вы их можете друзьями называть? Друг, подруга, подруга, подруга. А моя подруга? А моя подруга? Да вы что? Каждый раз вот за язык ловите, что ли? Где у вас там столько друзей-то взялось? Покажите мне их. Ну, а может быть, не знаю, как сказать. Ну, скажи, что одноклассница там, учимся рядом, и все. А то все подруги, кого не возьми. Одни подруги, друзья. Еще сейчас в интернете тоже. У меня в друзьях, других слов нету, там только друзья, все. А чего они, друзья, с чего? Еще никто не знает, кто там на той стороне. Вон, синий кит этот. Сколько детей уже? Сто с лишним самоубийством покончили. Ну, не просто покончили, а там где-то сорвались или еще что-нибудь. Утонули. Взялись за него. Уже правительство взялось за синего кита. Так сейчас новые пошли. Слышали же? Что-то другие. Сейчас другие уже знаки, другие люди тоже, все. Уголовная статья теперь принесли. Уголовная статья, да, да. Так сейчас первый суд был, это как раз к детям обращаюсь. Первый суд над мальчиком 11 класса, который исправил в электронном дневнике оценки своим друзьям по классу и себе на хорошее исправил. Его вычислили, кто исправил. Эти, киберасследование сделали. Все, он признался. И суд идет, суд. То есть вот даже такого законодательства как бы там нету. Но ему грозит тюремное заключение за это. Школьный, 11 класс. А он такой сидит, да невинный, да я там все такой в очках. Это из-за девчонки какой-то пошел, однозначно. Дурачок. То есть слышал, нет вот этот ямало-немецкий остров. Оттуда поставили еще и флот в Германию. И им дали возможность в Бундестаге выступить, в Верховном Совете. И только не один этот поле, а там и девочка выступала. А потом также два немецкие. Они какое-то сообщество создали. Искать умерших, которые были здесь, противной стороны. И как кладбище. Немец выступает и говорит, вот здесь такое-то, такое-то. Узнали Иван Синицын. Мы разузнали. Ему было в это время 18 лет. И как он был в Германии. Попал в плену, руку раненый. И как он жил. И потом, когда война кончилась, немцы его отпустили домой. Дальше маникел. А его тут сразу в ГУЛАГ. Сразу 10 лет ему еще сидеть. И праздник немца. А эти русские пошли и говорят, мы исследовали. Потом поехали на кладбище, там в архивах посмотрели. Этот мальчик выступает. Они попали в плен в Сталинградском котле, как называют у нас. И тяжелый такой труд был. И они не выдержали, умерли. В марте 43-го года. А другие двое, они, говорят, не знали, как согреться. Им дали выпить. Выпили, а это этиловый спирт. И они все умерли. И выступил в Мундестаге. Эти люди не хотели умирать. Не хотели воевать. И в село Гитлер забрал. Забрал и толкнул их. Хорошие люди. Как напустились. А прокуратура. Это фашисты. Хорошие. Вы так отзываетесь. А он ничего не сказал. Сегодня дополнительный в интернете появился. Так он не один сказал. И девочка это же сказала. А они о наших так как говорят. То есть по-хорошему. А старики друг друга травят их ученики. И он выступает. Такая у него речь складная. Ну, галстики. Ребята, кажется, класс. Ну. Польство стерильное. Что они? Как они выбрали. Вот в новостях показывают. Они выбрали одну фразу. Отрицательную. Они узнали фамилию этого немца. Теперь в Германии у нас найти. Сказать. Достойно похоронить. Они не хотели воевать. Эти люди. Ну, а почему бы так? Ну, которые в Афганистане. Которые русские. Швеции погибли. Филипфенны. Они им кладбища построили. Все как надо. И ухаживают. А здесь еще на костях. И то стараются какой-то имидж создать себе. Неправильно это? Мальчик еще плохого не сказал. Я высушил прямо написанное. А сейчас выставили, как он стоит и говорит. Я ни одного слова у него не нашел, которое надо было выправлять. Они врагов ищут, где их нет. Я хочу сказать, что я начал смотреть вот этот сериал. Шесть серий посмотрел. И шесть серий посмотрел. Шесть. А всего сколько? Девяносто четыре. Девяносто шесть. И мне понравилось. Вот начало какое. Ну, я думаю, что там такое у меня необычное. Ну, там все. Это много смотрел. Самое необычное во всем. Комментарий. Начальный комментарий, который дает вот этот ведущий. И он говорит, для чего мы вообще опять это все поднимаем? Каждой серии посвящается месяц войны. Войны. Это невероятно. Подням, подням. Что было в Японии, что было в Германии, что в России. Каждую минуту. Стабах, Сталин, Германия, Германия, все показывает. И он говорит, вы, говорит, слышали это, что на ошибках истории учатся люди. Ну, поколения будущие. Это ведущие. И себя перекрестят. Ну, а теперь, говорит, представьте, говорит, что вся наша история, которую нам сейчас дают, это ложь. И как, говорит, мы на этой лжи будем учиться? Вот, говорит, теперь посмотрите на нашу современность. Вот, мы учимся на лжи, и у нас ничего не получается. Потом, мы должны, по идее, на ошибках учиться. А ошибки мы не знаем, потому что мы и правды-то не знаем. Потому что все еще засекречены материалы. Все вообще, до сих пор. Должны через 50 лет рассекретить, не рассекретили, теперь 100 сказали. Через 100 лет, то уж, что будет, там, непонятно. Как сегодня, это, читал. Инопланетяне. Слышали, да? Ваня начал читать. Сохрани родину нашу. Сохрани родину. Плошественные инопланетян. Слышали? Инопланетян хотел прочитать. Иноплеменник. Ну, фантастики смотрятся где-то, читаются, и от инопланетян их натихность. А вот житие святого Дионисия Александрийского, и это же самое иеронимы Средонского, в житие написано, народ был настолько необразован, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Как будто сегодня. Аминь. Притом, это неоднократно было. А антиерей не верили в воскресенье. Какой святой? Василий Великий молился, когда храмы-то были все этих... Да, да. Он молился, когда дверь-то вырвало с косяком. Всего одна община была православная, и остальные все были ариане. Ариане были. То есть и ариане, и это тогда наш тоже храм. Мы же правильно молимся, а вы нет. И тогда там такое случилось, что начали молиться, и эти молились, дверь не открывается. Забором. Кому отдать храм? Да, кому храм отдать. И тогда они решили закрыть храм, печать с цепями, и будем молиться. Василию Великойнову говорит так. Давайте так. Первое, вы молитесь. Если откроется храм, по молитве, тогда вам храм отдадим. А потом, а православные слушают, ну уж мы-то поможем. Но если мы будем молиться, у нас не откроется, мы все равно вам отдадим. Мы все возмутились, как у них не открылось, у нас, но надо как-то по-другому. А он говорит, тогда и все. Отберите у нее. Да, уверенность была. Понятно? Уверенность такая была. И когда молились, это она не только открылась, а рванула, какая-то сила, вместе с косяками ворота хлопнула. И тут иеретики пришли в храм, они увидели. Он несправедливый решил? Вот он считает, женщина, если впала в год, там 10 лет, а если мужчина, там 6 или 5. Это же несправедливо, грех один, по-другому пока нельзя. Несправедливый, по-другому нельзя. И мы должны согласиться. Тут не надо умничать. Я так думаю. Не надо думать. У нас правила, у нас каноны. Их надо исполнять. Поехали. Возьмите кто-нибудь ее на себя. Я сейчас ее выставлю отсюда. Ну, она не слушает. Иди отсюда. Так, Татья, это бесполезно. Я сейчас сам. Не надо. Я уведу ее. Она шумит постоянно. Ну, нет, потяну. Уже закончилась. Не надо. Давай. Подожди. Подожди. Там она одна сидит все время. Садись. Как одна? Отсюда вот давай. Вот так, давай здесь. Сильно не шуми. Давай. Дайте ей листочку. Да не надо. Не надо. Не надо. Листочек. Титул 2.7. Во всем показывает в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Толкование. Пусть старшие женщины получают младших, а сам ты получай юношей. Однако ж, общим училищем и образцом добродетели, пусть будет твоя светлая жизнь. Как бы какое первоначальное изображение, поставленное на виду у всех желающих научиться чему-нибудь добрым в ней. В учительстве чистоту это выражение зависит от общего. Показывай. Чтобы то, чему ты учишь, не было говорить порочно и ложно, но здраво и имело правильный смысл. Степенность. Чтобы учение не имело ничего юношеского и смущающего неразумных, но чтобы все было благочестно и достойно Бога. Титул 2.8. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Толкование. То есть православное, не содержащее ничего укоризненного. Противным называет или дьявола, или всякого, кто ему служит. А вот вопрос хотел задать. Ну, Златоуст часто говорит, и святые тоже, что вот одержимые люди бесами, что немного им не хватает уже, чтобы стать бесами до конца. А сегодня вот проповедь была такая, что любить там врагов, и даже если у тебя есть враги, ты уже грешен. То есть вот как-то не соответственно. Так все-таки человек может быть до такой степени уже бесноватый, что, ну, как бы его тоже можно проклясть. Или все-таки еще у него какая-то надежда у Ленина есть за Сталиным? Знаешь, вот когда начинаешь смотреть и по истории и прочее, абсолютно намерто безнадежный. От него все отвернулись. Папа Маркелин, биография его. Папа, отрекся. И открыто перед всем народом приносит богиня и вести жертву. И стоит теперь рядом с императором на трибуне, мавзолея, и все видят, вот он проклятый, сколько людей погибло из-за него, то другое. И стоял, а вот в это время кто-то шел, молился, и молитва его коснулась. Он так головой-то встряхнул, а что ж я делаю? И император говорит, да я христианин. Как христианин? А ты же отрекся. А я теперь назад свою подпись зазвую, и все. Ну его казнили, но он дал завещание. Мое тело не хоронить. Бросьте его, чтобы оно валялось, и никак. Ну проходит месяц, а собаки-то не едят его, почему-то не едят, неизвестно где-то. И потом ночью уже видение, явился там, кажется, Петр и говорит, что ж не похороните. Так он заклял, ну он сказал по смирению, ну вы что такие это, дубовые это, ну берите и похороните. И церковь присчисла его к лицу святых. Совершенно ни одного процента не было, что кто-то за него проголосовал. Предатель. Дьявол. Как могли называть? Ошибка. Не судите прежде никак. Вот очень осторожно, святые смотрели. Вот он, он стоит, памба, и видит. Так. Ангелы несут душу. Умер наш брат Антоний. Все. А ученик все спасен? Он говорит, нет, еще не спасен. А бесы со всех сторон. Бумаги рядом и несут. Справки, когда был, где гуглял, где обнимался, где что. Все. И, наконец, двери райские открыты. Он говорит, спасся. Нет, говорит, еще не спасся. Еще демоны вокруг. И, наконец, из райских врат ладонь появилась, а рука его взяла, и двери закрылись. Он говорит, вот теперь спасся. Вот и весь ответ. Не надо спешить. Можно вопрос? Вон, Вау. Да. Вот сегодня в проповеди, это Иоанн Златоуст, там в это время гонений не было, потому что враги, как вы сами всегда говорите, не может без врагов быть, если ты истинный христианин. Это гонители же, а не враги тоже же. Как может быть, чтобы врагов не было? Почему это грех врагов иметь? Если они гонят христиан, они сами по себе враги уже. Я-то не считаю их врагами, потому что они не враги, я их рассматриваю как благодетели. Враги кому? Тебе не враг? Мне именно враг. Так он вам враг? Я говорю, нет. Ну как же он вот такое все делал-то? Нет. Я только освободился, я постарался их найти и отблагодарить. И поехали куда, я их искал и нашел, и всех отблагодарил. Не в этом суть вопроса, а в том, что грех иметь врагов, он сам уже врагом сделался. Я его не считаю, но он есть враг. Но для меня он не враг, это благодетель. Кто гонит, за ним беспокойтесь, о нем плащите-то. Ему жребий такой выпал, гнать. И поэтому ему страшная очередь ждет. И это дело для того, чтобы венец свой украсить, а ты выдержал. А гонителей не будет, а где покажешь свое мужество? Где? Золотовод говорит, мог бы Бог сделать, чтобы река мыла не песок, а золото. Золото шевелилось. А вот тут вы нагребли. Сама река отмыла. Но тогда бы на фонте показал, что ты милосердный и добродетельный. На ринге, на ресталище, награду даются тогда, когда они борются. А если противника не было, кто тебе награду будет давать-то? А они когда боролись, а у них, интересно, почему разрешали намащиваться маслом. Один намазался, когда там, знаете, где боролся. Поддумно. Да, поддумно. И он на него взять, он выскальзывает. А потом-то тут не разрешили. Он его поборол, потом зажал, поднял и бросил его там к судям. Не мог простить ему. Так и здесь. Надо это все для себя иметь в виду. А то, а приступает ли к вам дьявол, спрашивает. Вопрос еще. Не, два вопроса. Я могу ответить, что нет, дьявол связан. А другое. Где? Один сейчас зашел и говорит. Я когда обратился, воцерковился, я сказал, все, дьявол меня не возьмет больше. И через которое время впал с женщиной. Он все на земле, но космическую всасывающую не увидел. Черное дерево космическую. Его затянуло туда. Он со мной сейчас переписывается. И вот такое. И все, кончилось. Сейчас на меня вышел. Мы беседы ведем, встречаемся по интернету. Врач, университет закончил. У меня физиологическое там разное такое. Я говорю, ты это брось. Ты говори по делу. Ты помнишь, какой был Самсон сильный? Кто его победил? Что, своих евреев не было? Куда он потянулся? У нас один привез фильм, хороший, про Самсона. И давай извиняйся. Да вот там есть такое, там такие эпизоды есть. Так у него другой жизни-то и не было. У него пьянка да гулянка была, да бабы. А его подобрался. Да. Он отомстил врагам. Умри, душа моя, с перестемлянами. У него в биографии-то ничего не было нигде. То льва растерзает, то человека, то ворота утащит. Хулиган, хулиган, хулиган. Хулиган, хулиган. Вопрос, Игнатиночка, вам еще один. Вот когда вы стоите молитесь и руки воздымаете, и говорите, слушает и слышит. И даст слышит. И даст слышит, раб твой. Да. А если брать молитву из Библии, это же ответ Самуила, как раз отрока Господу. Он сказал просто слышит, а слушает. Слушай. Он меня слушает, у него не было описания, он еще не знал. Библия-то вообще не было. А мы, это я составлял молитву. Вы сами составляли и еще взяли Давида, да? Все, все, все взято. А ответ часто бывает? Тихо, подожди, подожди, стой. Я его поздравляю. Это второй вопрос. И я хотел спросить, а вот слушает, он сказал, а слышит, это как Давид сказал, один раз ты мне сказал, я два раза услышал. Да, да, слышит. Да, 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 здравствует. Это пожелание, чтобы да здравствовал, великий актер. Да, и слушаю, и да услышит. То есть ты сделаешь, чтобы я услышал. Я слушаю, слушаю, а пойму или нет Господа. Но ты сделаешь, чтобы я услышал. Вот смысл какой, а то имеет уши, да не слышит. Вот в молитвах, в двух словах, все это сказано. У меня не сразу сформировалось это. Вторая часть пришла чуть позже. Чтобы никто не мог упрекнуть. Вот эта книга у меня, вот как ее, как назвать? Кто был здесь, знает, я обратился, как? Я не знаю, кажется, 96 названий мне дали. Больше всех Чернякская дала. Я назвал Церковь, свободная тюрьма. Никак нельзя придраться. К истинному православию. Если бы истинное православие, сказали бы, там не истина, не православие. А это только стремление к истинному. Подожди это, маленько, подожди, сейчас я. А дальше-то у меня другого нет. Для Слова Божьей нет уст. Библейский текст. Открытым оком. Библия симфония, она вне политики. Название симфония, то есть сочленение, содружество. Вот заметили, должно быть краткое название. Краткое. Самая суть должна быть. Это открытым оком книги называется. Смотреть открыто. И где? По Библии. Не прятаться ни от чего. Открыто. Таких книг никогда не было и нету. Я могу сказать. Думаю, что и вряд ли когда-то будет. И стихотворений таких не будет. Почему? Вопросы отмечают согласно Библии. А попытки отмечают, что опыт свой билет. Согласно тому, что святые отцы сказали. Я должен знать их. Что говорят каноны? Я должен каноны знать и на память держать. Их немного. Всего только 817. И должен знать жития святых. Это тоже немного. 1173 жития. И когда я отмечал по четырем по этим пунктам. Они отвечают от себя. На священник. Вот как отец Владимир Голобин. Он когда спросили, подходит, нет гордости. Он говорит, гордость из-за чего-то должна. Ну вот проповедники. Вот Алфеев говорит. Он такой митрополит. Нравится мне, говорит, Осипов. Но еще скажу. Еще есть один человек. Горячий такой. Все по Библии говорит. Все. И стих назовет. Так а я чем бы гордился. У меня ничего этого нету. Вот ответ его. Чем бы гордиться. А я написал. Я к себе ничего не приписываю. У меня нет этого. Это настолько выше моего уровня. И я в литературном институте, когда считал стихи, Лев Пашанин спрашивает. Ну и вы знаете, где был Марк Юдалевич? Марк Юсифович. Главный. Он председатель Союза писателей был. Еврей. 90-щета лет жил. Мы с ним, когда встретились. Я в одном стихотворении прочитал. Зали сюда. Он даже вот так отменял. Это ваше стихотворение? А почему не печатаетесь? Он как поэт. Он сразу оценил его. Я говорю, да я в своих книгах уже отобразил. Мне это не печатается. Встретился с Ремневой. Надежда Степановна. Она первым секретарем центрального райкового партии была. Она говорит, а почему вы не защищаетесь? Я говорю, от кого? Ну, на кандидатскую. Защита называется. Зачем мне это все нужно? Я стою на молитве, у меня как высвечена одна строчка. Я вот прям на молитве сразу у меня ручка, там я молюсь, а ручки, бумага лежат рядом. Я раз записал. Хочу молиться, я теперь считаю, для меня это новинка. Слова я гляжу, как расположены. Сажусь и ни одной помарки 36 строчек стихотворения. И таких стихотворений 3467 и ни одной помарки. Такого не бывает. Где вы берете рифмовку, такая интересная. Так вы, я говорю, сейчас разберете. Вот я говорю, Игорь, Дымовов считает, раз просчитает, а другой раз, да. Вот он понимает это. Многое не понимаю. Ну, я говорю, меня не будет, надо смотреть туда, как. А как? Я просил у Бога, Бог дал, я вовремя оставил, я не пишу. Ничего не пишу. Если еще Бог даст нам жизни на земле, то, я думаю, каждая ваша книга еще вопросы будут разбираться. Потому что там иногда такие, ну, стихи 100% будут разбирать люди. Ну, да. Там потому что есть скрытые, ну, какие-то исторические события, которые просто, ну, как не все знают. А есть такие вопросы, которые связаны с канонами, есть с заповедями Божьими напрямую. То есть там разбирать и разбирать. Ну, вот поют на афоне ангелы. Выступает священник и задает вопрос. Он говорит, ангелы, бесы падшие не поют, им это не дано. Я сразу ему внизу написал. Вы, батюшка, жития не зваете? А какое жития? Жития святого Авраамья и Марии. Когда он ел, в это время ангел пел хирургическую песню. Да. Ну, это, 118-й псалом запел. И пропел его. А ты, говоришь, нету. Все. Они не знают ни жития, ничего. А как вы знаете? Я насчитывал их, а потом симфонию составлял. Больше 10 раз мне пришлось проштудировать. Послушайте. На каждую пленку, какой размер. И отдельные каталоги составлять. Вы даже представить не можете, что это и как. Мама приехала как-то. А в качестве нельзя. Студия, запись. А комната одна. Так она под подушку залезет. Опять проходит. А в ней... Сынок, я пойду на вокзал. Там пока до вечера посижу. Она пойдет на вокзал. Мать родная посидит там. Ты смотри. Когда будет откровение тебе сейчас. Ты скажи, что там видел. Понятно? И это запись. И это не один, не два. Две с половиной тысячи часов. И не читать глазами. А насчитать. Создать выражение, чтобы слушали. Сейчас мне пишут. Вот вас, говорит, читают здесь в церкви-то. Златоуст это. Вот он читает. А вы, говорит. Я говорю. Вот вчера я выставил. Ну, о чем? Ну, там можно сказать почти ни о чем. Собака и кошка там это. Интересно так. Или еще что-то такое. За обедом мы сидим. Четыреста тридцать посещений. А где златоусты считают? Тридцать. В десять с лишним раз меньше. Почему? Они, говорит, считают так. Я, говорит, слушал. Поэтому пересчитайте все заново. У меня насчитано. Они не знают там где-то. Он тоже не все слышал. Я сколько раз братьям делал замещание. Выйдет. Ты заранее готовил его? Нет? Ну, как же так? Ты заранее прочитай. Посмотри. Вот у баптистов за рубежом. Они нанимают таких. Называется, мастер художественного слова. Говорит проповедь. Они ему платят сразу тысячу долларов, допустим. И он выходит. Проповедь написано. Он читает. Люди каются. Он говорит и плащет. И все. Артист. Вот как этот Симон Хорошский. А мне делают замещание. Еще все? Можно вопрос важный? Я считаю, важный для нашей страны. Открывается новый канал для отроков от 7 до 16 лет. И журналистка задает вопрос у священнослужителя высокопоставленного. Как вы считаете, какие передачи, вообще, что должно быть на этом канале? Я бы ваше мнение хотела сначала услышать. Что должно быть на канале для подростков? Они сами найдут. Вы смотрели его ответы? Я знаю, что они ищут. И насильные они не будут слушать. Даже в аптиск они на дом пришли. Спросили о 10 девах. И он вот так вот. Это уже через 5-10 минут вот такие вот. А пришли в храм в Покровске. И вот так вот. Взрослые дети, они не могут слушать. Я говорю, мы к вам ходим сколько раз? Четыре раза в неделю к вам приходили мы все время. Четыре посещения в аптисах. Каждую неделю. И мы ни разу не обернемся. От и до слушаем. Вот и все почему. Я везде набирался. Если я говорю об аптисах, я знаю их. Я у них скаферы проповедовал в разных городах. И меня представляли как православный проповедник. Я себя и проповедником-то не считаю таким. Но другого названия нет. Почему? Потому что я много, златоуста просидел всю жизнь. Вы не считаете, что на канале что-то должно быть? Может закон, что-то интересное о Христе? Может видео мультфильмов, фильмов, какие-то рассказы должны быть вообще? Интересно о Христе? О Христе. А что-то? Раз она пришла к священнику. Зачем она, журналистка, пришла? Может какой-то задумка была? Он ответил как Игнать Тихонович. Он сказал, спросите у детей, что они хотят, то пусть и смотрят. Вот так вот. Игларион Алфеев. Вы так же примерно сказали. Я не сказал, что так надо. Они сами найдут, я ответил. Сами найдут, то есть они не будут. Их надо подготовить. И допустим, посещаемость будет сразу 10 миллионов. Но уже через короткое время эти миллионы уйдут. Вот отец Геннадий Фас, это не Игнать Алапкин. У него и образование другое. И вот когда разрешили, он начал проповедовать там где-то актовый зал. Людей там пришло. Я не знаю сколько, но думаю, несколько сот. А у мамы было там. 500 человек. Не менее 500 каждый раз. Это вы не знаете еще. Это было в Лесосибирске, в Венесейске. Ну я в Красноярске. Это раньше было. Это первые годы там только-только. 91-й, 92-й. Где-то конец 80-й. Вот. На следующий раз приходит половина. Он опять занятия ведет. Потом еще меньше. А потом смотрит, одни свои оставят. Говорит, а что мы сюда ходим? Пошли к себе домой. И свои ходил, кому надо, нас найдут. Вот сейчас бы к нам кто-то попросился сюда, сейчас дверь стучит. Вы в интернет выставляете, что у вас в воскресенье после службы и обеда в трапезной идут занятия. Можем мне присутствовать? Я ведь не пущу. Я с ним... Какой у нас порядок? Мы поговорить должны, узнать и все. Но вас допустили. Тебя допустили. И ты сама знаешь, как дело было. Хорошо? Мы все оставляем. У нас ни разу не было потери. Ничего не было. Это не два дня. Двадцатилетие только в этом доме отпущать будем. Семнадцатого декабря. Так, ну-ка, что там, узнаем. Чем отличается Евангелие от Библии? Евангелие от Библии чем отличается? А чем отличается окно от этого дома? Многим. Трудно? Окно это часть дома. И Евангелие это часть Библии. Часть. В Библии, в полной Библии, четыре Евангелия. Как оно отличается? Оно не отличается. Но только там оно полнее Ветхий Новый Завет. Вот сейчас человек и палец. А чем палец от человека отличается? Такой вопрос, даже не детский, а провокационный. Палец это часть человека. Вот ответ. Ребенку понятно? Не знаю. А таких вопросов они могут задавать. Если они думают канал делать-то, пусть меня зовут. Прислушайтесь. Вот напишите туда. Представь себя. Приезжайте на Иеромонах. Вот в этом, за этим столом мы сидим. Я могу назвать Филарет Бердников. От местного сегодняшнего митрополита он был епископ. Ну вот мы хотели, нам написали, чтобы я у них семинарий преподавал. Я тогда пошли ко мне на одном-то. Я вот так встал перед ним и говорю. Вот. Ну у меня другие брюки есть. А там заплата, заплата. Ну 18 заплат. Я говорю. Вот в таком виде я буду ходить на занятия. Это не имеет значения. Я говорю. Я буду ходить не один, а трое. Один у меня будет перевозчик сидеть рядом. Переводитель. Один снимать будет. Пожалуйста. Все. Больше нет. Так. Такие предметы. Я беру агеографию. Это жития. Ветхий Новый Завет. Сектоведение. Я ему насчитал в это 5 или 6 треклетов. И при том я буду вести занятия бесплатно. Я его наградил книгами, а он ушел по сегодняшний день. Он две хапки книг вот так унес себе. И митрополит, и тогда он был епископ-то. Что там было? Кто подсуетился? Я говорю. Буду говорить под вашим присмотром. Где я буду говорить? Тут ваши будут сидеть. Что не так? Вы замечание сделаете. Ну и мы решим вопрос-то. Неужели я не знаю, что говорить? Не надо придумывать. И все. И вот когда архиерей был, я ему сказал это. Ну, сказал так, что приемлемо было. Вот сейчас я им подарки-то сделал какие. Видела? Покупки книг. Да, подарки. Они сидят за столом, а архиерей не приехал. Он уехал в Белоруссию. Вот на престольный праздник. Нынче. В этом году. 16 сентября. Я ему пакет соли. Байкалочка называется. Эту соль добываю в подземелье. Там ничего нет. Чистейшее. Абсолютно. Соль. А в мешочек заложил этот. Солопановый. Синий мешочек. И написал. Колоссянам. Такая-то глава стих. Слово да ваше будет приправлено солью. Мы соль мира. И дальше. Ну раз нету. Братья, вы отдадите. Я отдал им эти священники. Сидят из епархии. Теперь они ко мне пошли туда. Я им подарил всем по связке солодки. А архиерею две. Потому что к нему гости приезжают. И Володя в это время только испек хлеб. Булки этой. Кирпичи. И по кирпичу хлеба их четверо. Все. Вы передадите, да? Ну, архиерей не позвонил. Может быть. Что он будет думать? Как только скажите. Это желание, чтобы слово его было более строго. А то как от чистого сердца. Вот я даю еще от чистого сердца. Я ни разу не мог сказать. Потому что чистоту Бог определяет моего сердца. А не я. Сейчас от чистого сердца. На меня говорят. Вот Игнатий сказал от чистого сердца. Я сразу против. Я сам не могу этого сказать. Чистая. Какое оно чистое-то. Я то посмотрел, то соблазнился, то на молитве поплыл куда-то. Считаю отче наш. И в другой раз просчитал. И не знаю, считал или нет. Тогда я разворачиваюсь. Еще раз считаю. Бывает, что-то задумался. Отче наш. И опять задумался. Опять начинаю. А правило-то оно только длиннее. Да. Никак. А вы гордец то другое. Я покаюсь. Ну, только покажите, где я возгордился. Ни один не показал. Ну, где? В чем я возгордился-то? Я не люблю это слово. Гордость, прелесть. Где? Ни один не показал. Ни один. В чем? А вы священников обвиняете? Вы никогда не доказывайте. Они умирают от зависти. Они совсем... Вчера кто-то написал мне. Вы совсем другой. Вы священников ругаете, Игнатий Ильич? Вы же были у него? Был же. У Кирилла в Москве. Вот книга. Для слова Божия нет уз. И он приезжал в группу детей. И взрослые были здесь. И он прямо пишет, что Игнатий не вписывается ни в какие там таблицы в УРЛ. Это легкопитающее, это то другое. Его нихуна нельзя. Это космос. Со всеми. Для всех сделал со всем. Вы мне одного покажите, кто для всех сделал со всем. Одного. Я за всю жизнь никого не встретил. Если старообрядец, он не может с места двинуться. Ты еретик, переходи к нам. Ты еретик, диканьянин проклятый, переходи к нам. А мы святые и чистые. Я никому этого не говорю и к себе не приглашаю. Почему? А почему? Потому что, придя сюда, они увидят карикатуру на христиан. Мне заранее стыдно. А когда он уже поймет по-христиански, тогда он может что-то и заметит, что не все так просто. Даже в наше одеяние, вот девушки как сидят. К старообрядцам пойду, сразу полчуба готова открыли. Зачем открыли? А что она не замужем. То есть кто зайдет, чтобы знали, она не замужем, свободная, чтобы скорее... Я же вас понимаю. Похотливое племя. У нас девочка, вот она какая. Такая, на службе-то. Ну там, в ликерии. Даже Варвара на руках была еще, в платочке. А почему? Там женский пол. Там не жена. А нет, это взрослая. Один стих. А муж? Ну муж тоже не жена. Тогда он может в шапке. Тогда не снимайте шапку, что на литургии будет в шапке стоять. Да как так? Ну а теперь, так она девушка. Ну хорошо, она не вышла. Двадцать. Теперь ей сорок лет, она дева. Старая уже дева. Ну и что дальше? Когда ей одевать платок? Все, опять вопрос. А когда она здесь-то приучена, вопросов ни одного нету. Она уже одета. Более правильного, чем у нас. Нет, я все фотографии говорю. Картины, там и Васнецова, и Поленова. Ну там, каких только не было. Сурикова, Репина. И везде вот одеты какие. Да на иконы посмотри. Это хиджаб. Это православный хиджаб вот так одетый. Посмотри на Божью Матерь, где она? Вон она сидит. Ну посмотри на нее. Ну убери сверху там, что нарисовали. У нас я ничего не придумывал. Сейчас ходит антайская миссия, журнал местная. Венчание идут, и двое сзади. Мужчина, женщина, или кто там, дружки держат венец. Венец почему на голову не надевают? Ну, знаете, бывают волосы там крашеные, то есть он заботится. Но венчания-то нету. Как нету? Ну какой-то венец, если на голову не надевали. Ложку дали тебе, и ничего не положили, в рот не положили. Ты ел или нет? Нет, ложка не по назначению. Помахали вот так. Ну как хаджа на зредин-то. Есть охота, а жареного нет, он хлеба купил, лепешку-то сломал, а тот шашлык жарит, и он подошел. Ой, умопомрачительно. Ой, какой шашлык хороший, вкусно. А тот, видит, он ест и закусывает его шашлыком-то. Ну, его подхватил и Кадю, и Кадя-то судья. А судья говорит, как было? Как? Ветер, говорит, с той стороны дул. И от шашлык-то дым туда шел. А шашлык-то на мангар, и он прямо наружу мясо-то поджаривает. Шашлык-то делают-то. И он стоял и ел, и... Ох, и вкусно сегодня у меня. Шашлыком ем. Он говорит, так было? Так. Что же делать-то? У этого бедного. У тебя деньги-то есть, если он взял деньги вот так вот, богащу. А вот это деньги тебе. А тот руки против нет. Говорит, подожди, вот так загремел, слышал, слышал. Обратно отдал, вот и все. Задым тебе звук монет. Был? Достаточно тебя. А вот-вот твердо держитесь. Попали там, приехали старообрядцы. Никогда не меняйте это. В один день поехали, и все, уже раскрылись полголовы. Я не могу. Я не могу этого делать. Чего вы так предаете сразу? Это у них совершенно неправильно. И стоят там. Вот так, полголовы открыты. Да, еще как. А которая там не замужем, ее уже лет 60, и она так полголовы открыта. Чего вы вымеряете? Еще у гинеколога каждый раз проверять. Надела, все, вот она, красота. И кто бы не глянул, где бы не глянул, все понимают, это чистота. Как образец сегодня, это мусульмане. Абсолютный образец. И они к нам на сайт заходят и всегда, это наши братья, все. Сестры, это наши. Они за нее жизнь отдадут, чтобы она была девственницей. Все уже нет. Это вот Андрей Кощев все это говорит. Достойно есть я, когда истину, положите Тебя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без истинения Бога, Слово Рожью, сущую Богородицу Тя величаем. Тарасий ушел. Отец наш небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим величием, чтобы ославить Твое святое имя и Твои дела, Господи, явленные миру через творение рук Твоих. Слава Тебе за воскресный день, напоминающий нам о чудной победе и избавлении нас от греха и смерти. Слава Тебе. Аллилуйя. Распусти нас, Господи, с миром, научи помнить нуждающихся. Посети детей Сирии, спаси их, не дай им погибнуть. И даруй духовное рождение всем, слышащим о Тебе, от патриарха до самого последнего прихожанина, и водительства Духом Святым. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву и воздияние рук, как жертву вечернее, и благоухание приятное. Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих и Тебе на небе, и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Боже дивный, преклони ухо ко всем, кто молится о нас. Услыши о болящих, о сиротах, покинутых, заблудившихся. Верни их на путь спасения. Тебе, Господи, хвала и слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Говори, Господи. Прими нашу молитву, и не отринь нас, и молящихся о благе для нас, да будет отъявлено, чтобы новые жители с детьми появились, и сохрани школу в селении нашем. Тебе слава за все. Аминь. С Богом. Аминь. Спасибо, Господи. Ой, слава Господу за все. А че сейчас это?